Это первый раз у меня встреча с людьми, которые не связаны с моей профессией. Обычно я всегда с аудиторией или со студентами, или с профессионалами, но обязательно по моей профессии. Как же весело, правда весело, то есть фантастически весело. Во-первых, я коллекционирую дураков. Настоящих, мощных, знаменитых, удивительных. Во-первых, это счастливые люди. Это 100%. Каждый дурак счастливый человек. У меня огромная коллекция. У меня столько избранных друзей. Я у них учусь. Я считаю их своими учителями. Поэтому всегда учусь, как жить на этом свете. Вот так, чтобы на солнышко вышло, глаза закрыло и уже хорошо. Потому что дураки, они очень просто и быстро находят удовольствие. Вот дураками рождаются или становятся? Я как человек, который занимается деланием всякого возрастающего явления. Мне интересно, вот ребенок, он родился дураком, великим дураком? Или я могу что-то сделать для того, чтобы он таким стал? Вы понимаете, что для меня дурак и счастливый – это одно и то же. То есть родился счастливым или его... Ну, естественно, мы все рождаемся счастливыми, первые свои годы. Мы все счастливые и все дураки. В детстве мы идеальны и счастливы. И вот если человек следует своим детским мечтам, он несет свое счастье и все свое жизнь. Скажите, пожалуйста, во-первых, большое вам спасибо за то, что вы делаете вообще в целом. За ту радость, которую вы нам дарите. Насколько я понимаю, вот вы и тот персонаж ваш, который существует на сцене, который любит с нами поговорить не только о счастье и прекрасном, а любит, так сказать, и заставить нас чуть-чуть поплакать, это несколько разные люди. Но поскольку больше вопросов задать некому, я хотел бы спросить у вас, а как поживает сейчас ваш персонаж? Что с ним происходит и где он вообще? Ну, он куда-то в дзен забрался. Я серьезно говорю. Он где-то находится в том месте, где уже все спокойно, светло, где минимальные действия, максимальные состояния. Почему я люблю ездить по единственным годам в Индию? Потому что она идеально подходит для моего персонажа. Это страна, которая давно это знает и очень снисходительно относится ко всему остальному миру, кроме бега, ради того, чтобы найти себя. Потому что для этого бегать не надо. Вот две темы. Одна, значит, всякие грустные вещи, которые там у нас вспекали с нашего шоу, другая, меланхолия и так далее. Ну, во-первых, я не думаю, что моя жизнь чем-то слаще, чем у любого из вас. Я не думаю, что у меня меньше трагедий и проблем, которые я встретил на своем пути. И по поводу меланхолии. Может быть, я один из самых меланхоличных людей на свете. Это самое, или там грустных и так далее. Нельзя преподавать человеку, нельзя его обучать человеку. Нужно вместе с ним сесть за стол и выпить пиво, поболтать обо всем на свете. Заражение – единственный способ влияния на этот свет. Заражение своим увлечением этим светом, но заражение своей радостью жизни – это другой принцип. Невозможно обучение. Возможно только радостное совместное творчество. То есть свою жизнь нужно строить как произведение искусства. И тогда оно становится радостной. Слово «творчество» открывает любую дверь. Помню, как попал в милицию, потому что взял дубину такую железную и поломал все заборы, которые вокруг меня были. Я ненавидел заборы, любил ходить под середине дороги, никогда не завязывал шнурки. Деревенский парень, который любит вообще сидеть где-нибудь, бродить по лесу, и это мне достаточно. Я в детстве хотел быть или библиотекарем, или лесником. И так мечта эта и осталась. Правда, я теперь смог и одновременно стать библиотекарем, у меня 7 библиотек дома, и лесником. Я огромный сад сажаю, и каждый день утром вскакиваю, бегу посмотреть, как это распустилось, это принялось и так далее. В общем, это все разные темы. Они такие огромные, они не вмещаются в одну комнату. То есть дуракам нравится количество, я запомнил, я просто пытаюсь себе какие-то приемы. Понятно, естественно. Практически практически. Дурак любит, когда много и вкусно. Вот, когда много, все, понятно. Он любит жить на всю катушку. Ни один дурак не будет это самое себе отказывать, если рядом стоит, или что-то лежит, или еще что-то. Это, нет, ну и правда, это, жить на всю катушку, это один из принципов. Дуракского состояния. У вас такие потрясающие костюмы, такие яркие, чистые, цвета. Вы сами не придумываете? Второй вопрос, как попасть на мельницу? Я чувствую, что надо придумывать какую-то формулу попадания на мельницу. Лучший способ, это, конечно, проекты. Вот я пробовал уже, рассылал друзьям, кто хочет участвовать в следующем проекте. И дают там какую-то тему, и мне присылают, вот я могу по этой тему сделать то-то, а я могу сделать то-то. И когда, ну, наверное, этот лучший способ, наверное, и, наверное, мы дальше и будем делать. Но мы, может быть, через СНОП и попробуем это сделать, в следующий раз предложим какое-то время и какую-то тему для проекта. И те, кто захочет в этом участвовать, пришлет свои какие-то идеи, и можно будет их там реализовывать. Про костюмы. По-настоящему самое сильное воздействие в моих спектаклях – это цвет. То есть я учился у Кабуки, потому что театр Кабуки весь основан на этом принципе. В конце концов, спектакль «Снежное шоу» – это такой royal blue, то есть это особый оттенок синего, который не так часто ты найдешь. А раз royal blue, что против него? Против него желтое – сумасшедший, и солнце, и надежда. Раз желто появился, у него же должен быть друг. Друг, конечно же, зеленый, спокойный, мягкий и в то же время одновременно демоничный. Поэтому все цвета, которые находятся у нас в спектакле, до маленькой пуговички – это долго-долго выверенные, вытащенные откуда-то из подсознания и так далее. Вы только что сказали, что, возможно, через СНОП можно будет попасть к вам на мельницу, да? Ну, вот хорошая идея. Но я знаю, что один человек уже через СНОП туда попал, по-моему. Не знаю. Я его не знаю. Он, наверное, инкогнито. Мне кажется, что туда через СНОП попал Гидон Кремер, нет? Правильно. Просто он по совместительству мой папа, и он мне на вопрос, что он там делал, и каким образом вы его осчастливили, а я точно знаю, что вы его осчастливили, он мне на этот вопрос не ответил. Может быть, вы ответите, пожалуйста. Слушай, а я вот правда скажу тебе. Я очень переживал. Когда он мне начал рассказывать, как он живет, мне просто стало плохо. Серьезно. Он мечется по этой планете с чемоданами, с скрипками. И он так хочет везде успеть и всем помочь, он никогда не может отказать никому. Это удивительный человек. И мы ему просто начали терапию. Мы его посадили за стол и начали рассказывать ему о том, что хорошо, внимательно посмотрели, что в тарелке когда-то ешь. Мы пытались его, как называется, спровоцировать в нем развитие новой болезни. Вот это получение удовольствия от того, что он делает. Я очень надеюсь, что это новая болезнь хроническая, потому что через несколько дней после вашей встречи я его видела, вы вправили ему там все, что нужно было вправить. Я хотел вставить, если позволите, именно в этом месте маленький кусочек, потому что у меня больше не будет возможности вставить этого кусочка нигде в контексте этого. Лет 12 назад я пришел сюда и мне передали письмо, и это была салфетка. Девушка написала шариковой ручкой маленькой эссе. Текст приблизительно был такой. Я сижу вот в этом зале, не в этом, а в том, и мне очень одиноко, и я смотрю, а в углу этого зала сидит одинокий великий Гидон Кремер. И я понимаю, что ему так плохо, и мне плохо, но я не стесняюсь к нему подойти. Я точно знаю, что это он. А на улице дождь, и поздняя осень, и начало ноября. И мне так хорошо, потому что нам вдвоем плохо. Я думаю, что это был как раз тот случай, который рассказывает его дочь, и сегодня все встретились. Поэтому я и рассказываю эту историю, и вы его как раз вылечили, представляете? Слава, а можно самый короткий, пожалуй, вопрос этого вечера? Осисяй повзрослел? Ну, конечно. Но он одновременно. Тот ребенок и этот, я его называю Дед Мороз, это самое, и этот философ. То есть этот ребенок, всегда же в жизни старенький человек чем-то начинает напоминать себя в детстве, когда он еще в пеленках был. Поэтому это два сапога пара. Я и тот Осисяй, это одно и то же. Практически, значит, я так же люблю радоваться. С годами я все меньше хочу думать. Мы совсем забыли про дурочек. Мы все дураки-дураки. Быловой признак, это же несправедливо. Где же дурочки-то эти, Господи? Я чувствую себя страшно обязанным или, не знаю, виноватым перед дурочками. Потому что всю жизнь я занимаюсь только дураками, у меня всегда, ну, один к десяти. Какое-то количество лет назад я придумал проект «Бабы-дуры», то есть Crazy Women Festival. Поэтому пришла пора дурам тоже вырваться на свободу. Я думаю, что все-таки в ближайшие годы мы это сделаем. Спасибо.